Дайджест недвижимости В ближайшие три года власти обещают решить проблемы дольщиков еще пяти недостроев Многоквартирных домов в Кирове по Орджоникидзе 2Б, Горбуновой 31 и Сурикова 31, корпус 4 А также объектов в Котельниче по адресам Даровская 2А и Комсомольская 19 Напомню, сейчас в реестре обманутых дольщиков находится 157 жителей области Фактически пострадавших значительно больше, поскольку далеко не все объекты включены в реестр Дайджест недвижимости Около 8 миллионов рублей намерены выручить мэрии от продажи городской недвижимости На торги выставлено два объекта, аукцион состоится в конце марта Первый лот – нежилое помещение Новоровского, 22, площадью почти 200 квадратов Его начальная стоимость составляет более 4 миллионов 600 тысяч рублей У имущества есть обременение Договор аренды, который будет действовать до мая 2022 года Второй лот – нежилое здание в селе Русское по адресу Новая, 14 Площадь объекта порядка 400 квадратных метров К зданию прилагается участок в 700 квадратов Стартовая цена лота – 3 миллиона 39 тысяч Заявки потенциальных участников аукциона принимают до 26 марта Торги состоятся 30 числа, уточняет Айкиров.ру Дайджест недвижимости Арендовать многокомнатные квартиры в Кирове в феврале было дешевле, чем в начале года Максимальное падение ставок на 7,5% зафиксировано в сегменте трехкомнатных квартир Если в январе их предлагали арендаторам в среднем по 15 300 рублей в месяц То в феврале цена снизилась до 14 200 Сообщает аналитический портал Рэйкиров.ру Однушки также потеряли в стоимости, правда, незначительно в пределах 20 рублей А вот аренда двухкомнатных квартир напротив подорожала С 10 500 рублей до 11 тысяч в месяц в среднем по Кирову Дешевле всего в феврале можно было арендовать Однокомнатную квартиру на улице Зеленина – 7 тысяч рублей в месяц Самая высокая арендная ставка – 40 тысяч рублей Именно столько собирался получить с жильцов владелец 100-метровой квартиры на улице Володарского На этом все. В студии работала Анна Лапшина